Иосиф Дишнинский пишет Ахмад Хаджи предатель, ты говоришь, зная, что его убили те, кому он начал мешать, а кому он мешал, ты прекрасно знаешь. Ты видишь визуально, но не знаешь, что на сердце у человека. Ахмад Хаджи предатель, ты говоришь, оклеветал человека. Ошибки признать тоже нужно мужество, говорит. Здесь половина на чеченском, я сразу перевожу. Признай то, что ты ошибся в его адрес, говорит. Юсуп Дишнинский, я, наверное, было бы правильнее тебя отослать к тому, чтобы ты сначала выучил, ознакомился с тем, что такое определение предатель. Что такое предательство и кто такое предатель. Чтобы ты сначала с этими вещами ознакомился. Я думаю, что ознакомившись с этим, у тебя бы вот этот вопрос не возник бы. Ты задаешь вопрос очень глупый. Настолько глупый, что если ты говоришь, что Ахмад Хаджи не является предателем, потому что его убили те, кому он продался, то, извини меня, дальнейшее, после того, что последовало за предательством, дальнейшие события не влияют на само предательство, ты понимаешь. Далее, что бы ни произошло, предательство, оно уже свершилось. И поверь мне, если поступок Кадыровых не является предательством, то вообще предательства в этом мире не существует. Вообще нет такого понятия, если это не является предательством. Хотя бы в гугле напиши слово «предательство», посмотри его определение, и я думаю, вопрос снимется сам по себе. Эльдар Бек Джабраилов написал следующее. Тумсо, радио BBC также действовало. Крупицу правды, смешанная океаном лжи. Ты, твоя крупица якобы доброго и благородного в твоих выступлениях, это то, что, мол, ты болеешь за войнахский народ. Но в твоих речах человек вообще способен ошибаться, как и то, что способен нарочно творить подлость. Ахмад, возможно, понял, что призывы убивать русских слишком пагубно отражаются на нашем народе. И поняв это, он принял другое правильное решение. Почему ты угоду недругам нашего народа всё время критикуешь наших, твоих и всех наших общих соотечественников, сидя за столом гостеприимных европейцев к таким, как ты, и только к таким. Им, твоим гостеприимным хозяевам, за чьим столом ты сидишь, плевать на твою Ичкерию, на Дудаева и на весь твой народ. Разве ты так глуп, чтобы не знать этого? А как, по-твоему, можно было навести порядок в твоей стране или в хуторе, ибо в сравнении Чечня и есть маленький хутор на карте мира, кроме как жёстко, когда вся нечисть и вся шуша разополонила наш край? Какую золу должен был выбрать тот же Ахмад или же Рамзан и те, кто сегодня с большим усилием поддерживают Чечне порядок и нормальную людскую атмосферу? Чему ты сейчас призываешь людей? К недавнему хаосу, когда всякие вшивые очепенцы под видом сочувствующих тебе и твоему народу пребывали в Чечню и творили нечто плохое, вот он написал, не совсем цензурно, на твоей земле. Знаешь, что, Тумсо, я не скажу, что русское государство уж очень мне по душе и законы, и правительство, но напомни, Тумсо, как бы мы периодически не дрались с этой Россией, мне по духу более близка именно эта Россия, чем этот богомерзкий Запад со своими богомерзкими ценностями. Обратите внимание на это. И потому я выбираю меньшее из зол. Так же и многие другие, хоть мало-мальски мыслящие, но виртуозы, мутняки, которые вечно что-то... В общем, бла-бла-бла, тут много всего. Я хотел обратить внимание именно на эту часть его. Посмотрите, что он пишет. Знаешь, что, говорит Тумсо, я не скажу, что русское государство уж очень мне по душе и законы, и правительство, но запомни, Тумсо, как бы мы периодически не дрались с этой Россией, мне по духу более близка именно эта Россия, чем этот богомерзкий Запад со своими богомерзкими ценностями. И потому я выбираю меньшее из зол, говорит этот человек. Это удивительное сочетание лжи, вот в этом одном его большом посте, в этой статье. Он начал так потихоньку раскочегарился, раскочегарился, но всё это он писал ради вот этой лжи, которую он сейчас хочет закинуть и сделать подмену понятий. Во-первых, все чеченцы прекрасно знают, те, которые ещё не больны вот этой вашей пропагандой, которых вы не успели заразить, люди прекрасно знают, что нет никакого выбора между двух зол. У нас нет, не существует никакого выбора. У нас есть лишь одно зло, и у нас есть лишь один враг. И это не русское государство, как ты говоришь, а это Россия. И мы ничего не приписываем какому-то этносу, и мы не говорим, что русские наши враги, мы говорим, что Россия наши враги, что российское государство наши враги, а не русский народ. Это совершенно разные вещи. Ты пытаешься подменить, ты говоришь, что якобы русское государство, ты от него не в восторге, да не существует никакого русского государства, его просто нет. Есть Россия, и эта Россия уже 400 лет является нашим врагом. А тот самый богомерзкий Запад, как ты его описал, с богомерзкими ценностями, этот богомерзкий Запад тебе никакие свои богомерзкие ценности не навязывал и не навязывает. И плевать он на тебя не хотел. Это ты сюда приезжаешь, мы. Это мы сюда приезжаем, и этот богомерзкий Запад, как ты говоришь, дает нам здесь убежище, дает нам защиту, дает нам переждать. Не он к нам приходит, и никого он сюда не приглашает. И никогда этот Запад, никогда еще, он не приходил с войной на Кавказ, никогда этот Запад нас не высылал, никогда этот Запад не сжигал нас в конюшнях, не геноцидил, и ничего плохого от этого Запада мы еще ни разу не видели. И ты нагло пытаешься лживо приписать Западу что-то плохое и сказать, что мы должны выбрать между двух зол, при этом приписав им нечто большее зло, чем 400-летняя экспансия, 400-летняя война против маленького народа, проживающего на своей, исконно на своей территории. Ты пытаешься оправдать завоевание этой нашей, исконно нашей территории, нашей земли, пытаешься это оправдать и повесить на Запад какие-то богомерские ценности, которые якобы они хотят нам навязать. Да никому мы сто лет не нужны, кроме России, ты понимаешь? Никто никогда нам ничего не навязывал, кроме этой России. И если бы не эта Россия, мы бы сегодня жили бы на своей территории, в своем суверенном государстве. Поэтому это очень слабая попытка подменить понятия. Может быть, у тебя с какими-нибудь детьми это пройдет, с какими-то подростками, и то вряд ли, потому что подростки сейчас тоже очень грамотные, думающие молодые люди. Субтитры создавал DimaTorzok